Виктория Сатенко, Павел Мельник, Василий Артемчук, Сергей Свистильников, Вести. В Курске сегодня открыли первый в мире памятник фронтовым кинооператорам. Их хроника всегда является документальным свидетельством. Их работа опасна и одновременно бесценна. Их кадры — это память о павших и героизме выживших. А имена не всегда становятся широко известны. Уникальные свидетельства собрал Алексей Денисов. Вот он, первый в России и в мире памятник нашим фронтовым операторам. Тем, кто создавал летопись Великой Отечественной войны. Сегодня, через 75 лет после победы, их подвиг наконец-то был увековечен в бронзе. Рядом с архивом, где хранятся отснятые ими исторические кадры. Их было 258. Талантливых, отчаянно смелых, с маленькой камерой Аймо, которая заводилась вручную. Одного завода хватало всего на 30 секунд съемки, а кассеты — всего на одну минуту экранного времени. Так, постоянно рискуя жизнью, они сняли всю Великую Отечественную войну. Всего 3,5 миллиона метров пленки. Каждый четвертый из них заплатил за это своей жизнью. Я счастлива, я вообще торжествую сама. Я рада здесь приветствовать наших гостей. Это родственники военных кинооператоров, которые 75 лет ждали этого памятника. У меня мурашки по спине идут. На открытие памятника приехали 67 детей и внуков наших легендарных фронтовых операторов. Его спрашивала мама, кто из друзей. Вот он работал с полярниками, летчиками, войны. С кем самая крепкая дружба? Он сказал, с теми, кто был на войне. Потому что от них зависела жизнь. Оператор Владислав Микоша получил свою первую сталинскую премию за съемки обороны Севастополя. Где-то ему было уже 70 с лишним лет. И мы поехали о нем делать передачи. И гуляли по Севастополю. Идем мимо Графской пристани. Он говорит, вот видишь, наверху шток. Вот флаг. Я говорю, да. Вот когда мы сюда приземлились, с катеров, вот во время освобождения, вот прям первые часы. Как говорит, залез на пристань, сорвал себя тельник и повесил на этот флаг шток. Проект мемориала создавался по инициативе Российского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов России, Всероссийской организации ветеранов боевое братство при поддержке нашего телеканала. Основной монумент профинансировало российское военно-историческое общество. А городские власти Красногорска благоустроили территорию и подготовили фундамент. Мы сегодня должны не забывать еще об одном, о том, что этот памятник в полной мере подчеркивает и преемственность поколений. Не забывать тех военных корреспондентов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, которые точно так же с камерой в руках погибли не так давно на Донбассе от рук современных нацистов. Сегодня к подножию монумента легли первые цветы. Алексей Денисов и Ваня.